Приветствую всех уважаемые трейдеры и клиенты компании E-Markets. Коротко по событиям сегодняшнего и завтрашнего дня. Итак, тропический шторм Гордон с понедельника приближающийся к американскому побережью Мексиканского залива и новости о котором оказали поддержку американской нефти в начале этой недели, изменил свое направление и развернулся на восток от берега, вследствие чего угроза при основке добычи снижена в западной части залива. Также снижению нефтяных котировок способствовали данные от американского института нефти API, по данным которого запасы черного золота в США за прошлую неделю выросли на 38 тысяч баррелей. Сегодня в 18.00 по рынку нефти у нас будет публикация по запасам нефти дистиллятов в США. По прогнозу ожидается сокращение почти на 1,3 миллиона баррелей. В данном случае более сильное сокращение запасов сможет придать толчок котировкам, которые торгуются в минусе второй день на негативных новостях, которые в принципе себя уже отыграли. Здесь стоит заметить, что данные от API и от Минэнерго очень часто расходятся. Поэтому я предлагаю дождаться публикации и уже потом открывать позицию по нефти. Также по вчерашним событиям. Это заседание Банка Канады, которые на рынке не оказали практически никакого влияния, несмотря на общую позитивную риторику. Инфляция движется к цели в 2%. Экономика работает на полную мощность. Главный риск для Канады в такой момент это торговые переговоры. Вероятность повышения ставок по прогнозу банка осталась на тех же 82%. И вероятно, если бы не торговая угроза, заявления банка были бы более ястребинными. Какое-то продвижение по переговорам по заявлениям Трампа появится в течение 2-3 дней. Поэтому внимательно следим с ситуацией. Тем более, что министр иностранных дел Канады уже сегодня прибывают в Вашингтон для обсуждения этих переговоров. Главное и, пожалуй, самое неожиданное событие за вчерашний день – это, конечно же, ситуация с британским фунтом, который вырос к доллару почти на 150 пунктов буквально за час. На новостях о том, что ЕС и Великобритания готовы практически полностью отказаться от главных требований по Брекзиту и сделать разделение максимально плавным. Но примерно через 2 часа Германия заявила, что ее позиция не изменилась, что способствовало скачку в обратном направлении, отыгравшем практически 30% движения на коррекции. Покупатели на рынке явно сейчас оживились, и при торговле парой настоятельно рекомендую быть готовым к труднопредугадываемым событиям. Тем не менее, обоснованность позитивных заявлений под большим вопросом и в случае сильного рынка труда по завтрашнему нонфарму или индексу сферы услуг, который будет опубликован завтра в паре фунт-доллар, будет намного проще перейти в снижение на уровне поддержки 1,2830-1,2850. Вчерашние публикации по деловой активности в сфере услуг крупнейшей экономики региона также оказались хуже прогнозов, как и продажи в розничном секторе. Это касается Германии. С чем в данном случае связан рост по евро? Опять же, с уменьшением рисков по Брекзиту, потому что жесткий разрыв приведет к высокой турбулентности не только Великобритании, но и всего Евросоюза. Я уж не говорю о том, какое влияние это окажет на валютный рынок, если через Лондон проходит практически 20% всех валютных операций. В центре внимания сегодня, помимо рынка нефти, окажется американский доллар, у которого после вчерашнего дня появилось место для укрепления. Вот в 17.00, как я уже сказал, мы ожидаем данных по деловой активности, на этот раз в непроизводственном секторе США. Есть основания полагать, что статистика на этот раз окажется лучше прогнозов. Впрочем, посмотрим по самой публикации. И что касается торговых идей, по новозеландцу и австралийцу я также рассматриваю те же направления, что и вчера, то есть это укрепление американского доллара по отношению к этим валютам и USDCAD, также рассматриваю длинная позиция. Вот вчера, в принципе, цена осталась на том же уровне, на котором она и была, несмотря на коррекцию, вот под закрытие уже, под конец американской сессии. Вот тем не менее, я вижу цели здесь на 1.3270, 1.3265. Всем желаю успешной торговли и хорошего профита. До скорого!